Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в лечебно-реабилитационном клиническом центре Юдина. Здравствуйте, Элла Борисовна. Очень рада с вами познакомиться. Элла Борисовна, неужели на территории центра Юдина есть самая настоящая скважина с минеральной водой? Да. Вы знаете, наш центр ЛРКЦ Юдина этим и уникален. И нашу с вами беседу я хочу начать словами, афоризмом древнегреческого мыслителя, врача, основателя медицины Гиппократа. Медикус – курат, натура, санат. Врач лечит, природа исцеляет. И действительно, эти слова, они актуальны и в наше время. Дело в том, что эффективность лечебных природных источников, лечебных природных факторов, она неоспорима не только в современной медицине, но и в реабилитации конкретно. Такие лечебные факторы, как грязелечение, как спелеотерапия, как климатотерапия и минеральные воды, они достаточно широко применяются в нашей медицине. И хочу сказать, что не каждый санаторий, не каждый реабилитационный центр может себе позволить такую роскошь, как лечение минеральной водой. И в этом плане вот наш центр, он действительно уникален. Помимо того, что он находится в экологическом чистом месте Московской области, среди хвойного леса, у нас на нашей территории имеется собственная скважина, собственный источник с минеральной водой. Когда она появилась? В какое время? История открытия этого источника тоже уникальна. Дело в том, что в 70-е годы, директор, тогдашний директор НИИ Куртология Данилов Юрий Ефимович, прогуливаясь по местным окрестностям села Юдина по лесу, случайно обнаружил источник с питьевой водой. По рассказам местных жителей о целебных свойствах этого источника и в последующем проведя полноценный химический анализ лаборатории института, было доказано, что действительно это целебный источник, он обладает полезными свойствами. И тогда возникла идея на этом месте, где существует источник, построить полноценную здравницу. Уже в те годы, в 72-м году, было проведено бурение скважин. Пробурили две скважины, одна на глубину 410 метров, и она подавала питьевую минеральную воду, и вторая скважина на глубину 950 метров содержала, это скважина, рапу, это солевой такой раствор, как рассол, более насыщенный. Эти скважины существуют и поныне. Полноценно они заработали в 88-м году, когда закончилось строительство нашего центра, и когда полностью заработал клинический комплекс. Сейчас в центре есть самая настоящая питьевая галерея. Какие особенности этой воды и кому назначены приемы этой лечебной воды? Да, действительно, принимается питьевая вода, минеральная вода, ее желательно принимать непосредственно у источника, для того, чтобы сохранялись целебные свойства этой воды. И поэтому в нашей клинике была создана такая питьевая галерея с бюветами, куда поступает непосредственно из скважины минеральная вода. По своему составу она относится к смешанным минеральным водам и аналогично таким широко известным минеральным водам, как подмосковная, дороховская, смоленская, кашинская минеральная вода. Общий уровень минерализации составляет 4 грамма на литр, и это относит ее в разряд к столовым лечебным минеральным водам, что позволяет применять нашу минеральную воду в лечебных целях и в профилактических. По уровню кислотности это щелочная минеральная вода, по химическому составу она относится к сульфатно-натриевым, кальциевым, магниевой воде. Это означает, что она содержит анионы сульфата и такие полезные микроэлементы, как натрий, кальций, магний и калий. Элла Борисовна, кому показан прием вашей минеральной воды? За счет сульфатных анионов наша минеральная вода обладает желчегонным действием, спазмолитическим действием, метаболическим действием и противовоспалительным действием. И соответственно такие свойства, они очень показаны в первую очередь пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это хронические гастриты, это язвенная болезнь, это заболевания желчного пузыря, хронические холециститы, дискинезии желчного пузыря, постхолециститомический синдром. Кроме того, нашу воду очень хорошо применять при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Это хронические пилонефриты, это циститы и при заболеваниях обменного характера, таких как сахарный диабет и ожирение. Элла Борисовна, но если говорить о противопоказаниях, есть ли они? Да, конечно, бесспорно, противопоказания действительно есть и даже для минеральной воды. Как правило, это заболевание желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Ну, например, тот же хронический гастрит или язвенная болезнь, которая протекает с тошнотой, рвотой, с выраженным болевым синдромом или, допустим, хронический панкреатит, который тоже протекает с выраженным болевым синдромом. Также наша минеральная вода противопоказана при хронических калькулезных холециститах, когда присутствуют мелкие подвижные камни, при выраженной застойной сердечной недостаточности и при острой почечной недостаточности. Если говорить о правилах приема минеральной воды, наверняка они существуют. Расскажите об этом более подробно. Да, нужно обязательно помнить, что минеральная вода назначается лечащим врачом с учетом основного заболевания, с учетом сопутствующей патологии, с учетом того эффекта, который мы от нее ожидаем. И если лечащим врачом не предписано каких-то рекомендаций по приему минеральной воды, обычно тогда пользуются такими общепринятыми мерами. Обычно этот прием происходит где-то 150-250 мл 3 раза в день за 30-60 минут до приема пищи. Воду необходимо принимать в теплом виде, обычно это 36-39 градусов. Как я уже говорила, желательно принимать ее у источника минеральной воды. То есть нет смысла запасаться большими бутылками, хранить эту воду. То есть здесь именно максимальный лечебный эффект достигается, когда вы находитесь в питьевом бюлете и принимаете непосредственно прямо из источника эту воду. Вы правы, абсолютно верно, запасать ее не стоит, потому что буквально через 30 минут все полезные свойства воды полностью утрачиваются. Ну и хочу еще раз напомнить, что минеральная вода это не панацея. Она всегда используется в комплексном лечении различных заболеваний. И, естественно, желательно, чтобы это было по назначению лечащего врача. Не надо заниматься самолечением. Мне бы хотелось еще, чтобы вы несколько слов рассказали о питьевой галерее. Она очень красивая, в ней есть картины, книги. Да, наша питьевая галерея – это наша маленькая гордость. Там собрана библиотека. Не только нашими сотрудниками, но и пациентами клиники. Книги подарены в общее пользование. Там есть и классическая литература, и современная. И в условиях этой галереи пациенты… То есть, ну, по сути, это такое место отдыха. Место отдыха, да. За душевной беседой, за книжкой. Да, пациенты принимают минеральную воду. Причем я забыла сказать, что минеральную воду нужно пить маленькими глотками и медленно. Элла Борисовна, спасибо за интересную беседу. В завершении нашей программы, конечно, хотелось от вас несколько слов нашим телезрителям. Будьте здоровы, берегите себя, своих близких. И приезжайте в наш центр на реабилитацию. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok